Друзья, привет! С вами Георгий и сегодня мы вытряхнем несколько очень больших хавортий, которые просидели практически год в моих двухлитровых горшках из гравия. И посмотрим, какие у них будут корни. Вот мне самому это очень интересно, потому что действительно растения такие жирные, хорошо выросли. Но что там внутри? Вот мы сейчас увидим. Так, раз. Спасибо, гравий. Горшки 14 см в диаметре. Это такая хавортия пикта. Очень большая, мощная растение, наверное, лет 5. Вы видите, как... Ну вот сейчас у них тоже, сейчас, получается, у нас начало февраля, стартанули вот очень мощные корни тяжи, и видно, что мощные сущие корни. Сейчас, как раз, время они замещают одни корни старые на новые. Поэтому вот такое время удачное, наверное, для пересадки. Потому что уже у человека, вот, к кому они переезжают, они вырастут, сформируют новые корни, большие, жирные, красивые. Вот, это первая была. Сейчас выточню вторую. Но здесь еще круче. Но видно вот здесь, что есть остатки. Надеюсь, будет видно. Старого грунта. Еще, видимо, даже тут торфяного. И вот какие мощные белые корни начали расти сейчас. Я покручу, чтобы было видно. Вот, смотрите. Очень мощные. Вот такая хавортия жирная, большая. И сейчас большую пигмею, аргентомакулозу вытащу. Вот так. Очень большой плюс гравия, что вытаскиваешь, он быстро вот так ссыпается, легко. Корни очищаются, их можно подрезать, либо как-то сформировать. И получается такое растение сразу чистое, прикольное. То есть в гравии удобно сажать и удобно из него вытряхать. Работать с ним вообще очень приятно. Поэтому вот вы видите. Видите, какие растения. Сами растения жирные, насыщенные водой. И с очень хорошей большой корневой системой. Ну вот, надеюсь, новый хозяин посадит их тоже хорошо. Будет о них заботиться, их любить. Вот видите, какие белые мощные корни. То есть вот, пожалуйста, спасибо гравий. Наш родной. Сажайте ваши хавортии в гравий. Потому что, друзья, видите, вот у нас акадомы нет. Она дорогая, еще разрушается. А гравий всем доступен. Стоит дешево. Получается все прекрасно. Вот так. А с вами был Георгий. Пока.